Дорогие друзья, с вами Яна Федорова. И в этом видео я хочу вам показать наше солнышко на крятке, нашу великолепную рудбекию. Вот она какая очаровательная, реально солнечная. Еще ее называют, американцы, солнечная шляпа. Вот она какая прелесть. Видите, какие у нее серединки махровые, такие, как бы бархатные. Долго-долго цветет рудбекия. Уже, наверное, месяца около двух цветут вот эти цветочки. Вот этот был самый первый, и все никак не взавянут даже. Обалдеть, как она долго цветет. Недаром ее сейчас стали очень ценить и широко применять в ландшафтном дизайне, потому что она очень-очень долго цветет, разнообразные расцветки, и она до того декоративно смотрится. Она бывает и низкорослая, и высокорослая. Вот у нас здесь такая средненькая. Еще бывают такие рудбеки однолетние. Вот они, видите, какие бывают. Это однолетние рудбеки. А у нас вот эта рудбеки многолетняя. И бывает еще такой вид рудбеки, рудбеки рассеченная. Наверное, вы видели, когда где-нибудь на даче или на огороде где-нибудь у кого-нибудь такое большая-большая, большой такой куст цветов этой рудбеки из желтого такого цвета, махровые шары, и еще его называют золотой шар. Так вот, это рудбеки многолетняя. Называется рудбеки рассеченная тоже. Рудбеки. Она неприхотливая. Как многолетние виды рудбеки и однолетние, они, в общем-то, не требуют больших знаний, умений. Хорошо, прекрасно растут. Можно выращивать и однолетние, и многолетние виды через рассаду. Можно прямым посевом в грунт. Вот у нас эта многолетняя рудбеки выращена через рассаду. Здесь несколько кусточков я посадила. Она хорошо, он как себя чувствует. Растет вообще. Не требует вообще к себе внимания. Практически просто полива, когда жарко, и прополки. Вот и, в общем-то, весь уход за этой рудбекией. Растет она и в полутенье, и на солнце она хорошо. И там, и там себя чувствует. У нас здесь вот полутень, как-то в дневные часы здесь от деревьев падает тень. И вот она себя прям... Даже все растения, которые здесь растут, достаточно светолюбивые, и петуни, и вербены, и георгины, они тоже все себя прекрасно чувствуют. Вот хорошо, если вам удастся подобрать такое место, где в дневные часы падает тень, а утром-вечером выходит солнышко. Вот у нас здесь, мы так угадали хорошо, и прямо все-все цветы замечательно растут. Мы почти вообще тут ничего не делаем, только иногда поливаем, когда очень сухо. Но вот сейчас у нас дожди идут, даже поливать не надо. Сорняки здесь мало растут среди таких многолетников, как Рудбеки, Вероника. Вон многолетняя у нас Лаватера посажена. Они как-то мало растут, буквально немножко выше, и все, за этой клубой, в общем-то, никакого ухода. Вот, и Рудбеки у нас здесь наконец-то нас порадовала, уже давно-давно цветет. Названа она, интересно, в честь ботаника Олафа Рудбека. Рудбеки, вот так ее назвали. Рудбеки, вот так ее назвали.